МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу телекомпании «Город». Время говорить обзор наиболее важных на взгляд наших авторов событий и тем, связанных с рязанской жизнью. Основная обойма материалов в кратком изложении сегодня такова. Бегущие от войны Рязань ждет украинских переселенцев с фронтового юго-востока Украины. Крымские гастроли, Рязанский театр, кукол выезжает завтра со спектаклями на новообретенные российские земли. Как дела в песочне? Сегодня активисты, выступающие за прекращение загрязнения воздуха выбросами нефтезавода, встретились с нашими авторами. Из Рязани с любовью городские школьники отправились в плавание на поморской ладье. А теперь обо всем подробнее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов в ГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Напомним, ребята погибли во время минометного обстрела. Во вторник дело было в поселке Металист в Луганской народной республике. Ранее, а именно в конце этого мая, недалеко от Славянска, тоже во время обстрела украинскими военными, были убиты итальянский репортер Андреа Рокелли и его российский переводчик. Так что соседняя война забирает свое. И среди пишущих, снимающих братьев. А сколько мирных жителей погибло на юго-востоке Украины с начала вооруженных действий и сказать точно невозможно. Сейчас в Россию идут потоки украинских беженцев. В наших городах открываются оперативные штабы по обустройству людей, прибывших из боевых зон. Сообщается о десятках тысяч беженцев. В центре и на юге России развернуто более 160 пунктов их временного содержания. Как правило, они создаются на базе лагерей отдыхов, санаториях и на турбазах. Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев сообщил журналистам о необходимости, на его взгляд, внесения поправок в федеральный бюджет с целью выделения денег на украинских беженцев, продолжающих прибывать в страну. Военным действиям конца не видно, а обстрелы мирных территорий украинскими силовиками продолжаются. Украинский народ едет во все регионы России. Рязань тоже готовится принимать тех, кто убегает от обстрелов, пытаясь спасти себя и близких. На вчерашнем заседании регионального правительства рязанский губернатор Олег Ковалев сообщил, что число жителей Украины, желающих переселиться в нашу область, увеличивается. Сейчас разрешение на временное проживание получает более полусотни человек. Сейчас у нас, по той информации, которую я обладаю, где-то 51 предприятие, которое готово предоставить более 500 вакансий, причем с жильем. Не сказать, что это жилье экстра какое-то, но нормальное жилье, в котором можно нормально жить. В основном это вакансии в сфере АПК и строительства. На днях патриарх московский ФИА Руси Кирилл призвал всех, от кого зависит принятие решений, немедленно остановить кровопролитие в юго-восточных регионах Украины. Обращение представителя к православным верующим распространило вчера патриаршие пресс-службы. Также, по словам патриарха, во всех храмах отныне должна совершаться особая молитва о мере и преодолении междоусобной брани. Текст молитвы благословлен предстоятелем Русской Православной Церкви. И еще о делах украинских и бывших украинских, теперь самых что-нибудь наесть наших. Еще в марте министр культуры России Владимир Веденский сообщил о планах ведомства усилить культурное и туристическое взаимодействие с Крымом. Тему туризма пока оставим, а вот творческие коллективы на полуостров или уже едут, или вот-вот собираются. Тот же Владимир Веденский сказал журналистам, что в этом и следующем году запланированы гастроли в Крыму столичных и региональных театров, причем в первую очередь детских, в числе передовых коллективов, министр культуры назвал и Рязанский театр кукол. Сегодня мы получили подтверждение, что наши кукольники на днях отправляются на вновь обретенные российские земли с гастролями. Рассказывает Оксана Тебенихина. Областной театр кукол отправляется в гастрольный тур во вновь приобретенный российский Крым. Трупы готовятся к поездке со всей серьезностью. В крымские дали отправляются с тремя спектаклями. Везем мы туда целых три спектакля для самых маленьких «Теремок», для ребят старше «Лев Николаевич Толстой сказки» и для взрослых «Демон» – три спектакля. И эти спектакли будут в основном базироваться на трех городах. Это Симферополь, Ялта, Севастополь. И оттуда будут еще выезды в Алушту и другие поселки. Вообще для Валерия Николаевича украинская проблема очень важна. У него, как у человека с непредвзятым взглядом на ситуацию, имеется свое мнение на этот счет. У меня брат живет в Украине. Он отслужил там армию, женился. То есть, да, женился. И там у него дети, и у детей уже тоже свои дети. И мы, честно говоря, не всегда понимаем друг друга. Средства массовой информации промывают мозги. Это как бы там пятая или четвертая власть. Я не знаю, какая по счету. Но то, что это власть над умами, это точно. Самое ужасное, что может быть в стране, это гражданская война. Когда у каждого члена семьи даже своя правда. И он с яростью, невзирая ни на что, будет ее защищать. Понять ее можно, только отступив очень как бы в стороны, на какое-то расстояние и посмотреть объективно со стороны. Но этого в реальных условиях жизни сегодня сделать практически невозможно. А гастроли продлятся две недели, после чего трупа отправится в отпуск. Как и главные герои постановок. Куклам ведь тоже нужен отдых. Еще об одном происшествии с падением самолета сообщили сегодня информагентство. Вчера вечером в Сапожковском районе упал на землю легкий самолет типа Бекас-32. Мы получили подтверждение этого в региональной транспортной прокуратуре. Из подробностей, полученных сегодня, действительно, Бекас совершил жесткую посадку вблизи села Порышко. Пострадавших нет, а сам летательный аппарат зарегистрирован в соседней области. Из других источников известно, что Бекас этой самой своей жесткой посадкой повредил электролинии, оставив без света несколько местных поселений. Сегодня в нашу редакцию пришли представители актива жителей Дашково-Песочни. Энтузиасты объявили войну вредным производственным выбросом, загрязняющим воздух в этом округе. В мае группа жителей Дашково-Песочни стала собирать подписи. Сейчас их число уже перевалило за 3000. Против загрязнения атмосферного воздуха в своем микрорайоне. Люди говорят, что уже просто устали задыхаться от неприятного зловония, регулярно исходящего от предприятий Южного и Восточного промышленных узлов. Они жалуются, что пока им не удается получить на руки документы о реальном виновнике загрязнений. Нас всеми способами стараются отстранить от получения такой данной информации. Наверное, прямым образом это получить невозможно. Возможно, надо будет действовать через прокуратуру и суд, потому что другими способами получать документацию достоверную, которую мы, согласно Конституции, имеем право получать. Состояние окружающей среды, здоровье, население и так далее, собственно говоря, нам никуда не дают. Впрочем, сами жители собираются отстаивать свои права исключительно в правовом поле. Конечно, инициативная группа на самом деле сейчас достаточно серьезная, такая, можно сказать, даже компания. Но мы не собираемся никому противостоять. Еще раз, и призываем людей быть осторожными, не поддаваться на провокации. Пожалуйста, защитите своих детей, но только всеми законными способами. Жителям песочни помогают специалисты из экологического Рязанского альянса. Ведь экообстановка в песочне сложилась, по их словам, ужасающая. Ну, там достаточно такой букет большой, но самое вот такое выпиющее, то, что по этим результатам этих исследований, это вот там по серводороду, вот, я говорю, последние данные, то, что в мае было как раз после праздников и на праздники, и то, что в этих отчетах отразилось, то, что вот было превышение там 5 ПДК. А в прошлом году у нас есть отчет от Министерства природопользования и экологии, такой именно годовой, там в августе прошлого года в 20 с лишним раз было превышение. Очередная встреча жителей Дашково-Песочни, активистов и экологов пройдет завтра вечером в Скобелевском сквере. В Рязанской областной думе прошли публичные слушания по исполнению регионального бюджета в прошлом году. С подробностями наш парламентский корреспондент Глеб Галушкин. Обсуждение уже исполненного бюджета, речь о бюджете 2013 года в стенах областной думы проходит с привлечением общественности. В рамках публичных слушаний как раз и рассматривается, как и на что израсходовали деньги регионального бюджета. И это не пустая трата времени. Мы должны проанализировать плюсы, минусы исполнения областного бюджета за 2013 год, чтобы более выработно, эффективно выстроить работу по формированию и планированию бюджета следующего года и следующих трех лет. При формировании и исполнении бюджета, конечно, для нас ориентированы в службе те задачи, которые ставит в своем послании президент Российской Федерации. Насколько были финансово обеспечены мероприятия, направленные на исполнение указов президента в нашем регионе в 2013 году, мы услышим от наших докладчиков. Первый зампредседателя регионального правительства Олег Булеков признал, год для исполнительной власти был сложным. Он сообщил, что исполнение областного бюджета прошлого года проходило в сложных для всей страны экономических условиях. Потому основные социально-экономические показатели, в том числе индекс промышленного производства и агропромышленного комплекса, оказались ниже плановых показателей. В условиях снижения поступлений собственных доходов и с целью сбалансирования социального бюджета, в правительственном области вынуждено было проводить очень жесткую бюджетную политику в прошлом году. Наверное, это почувствовали все участники бюджетного процесса. В несколько этапов была проведена оптимизация расходов. В первую очередь, это коснулось расходов на содержание органов государственной власти. Экономия средств коснулась также и на содержание государственных учреждений, реализации мероприятий и государственных целевых программ. При этом все социальные обязательства областного бюджета в 2013 году были выполнены в полном объеме. Так, на повышение зарплат бюджетникам в 2013 году было выделено более 2 миллиардов рублей. Из них больше половины средства областного бюджета. На вопрос о модернизации дошкольного образования глава регионального Минфина Марина Наумова ответила, что количество мест в детсадах за счет строительства новых и реконструкции уже действующих садов увеличилось более чем на полторы тысячи. И очередь среди детей старше трех лет заметно сократилась. Было вопрос о ремонте дорог. Пока ситуация такова, что лишь 10% магистралей соответствуют всем нормативным требованиям. Поэтому ремонтировать придется еще много за счет средств регионального дорожного фонда. Теперь, после проведения публичных слушаний, с учетом мнения горожан, проект закона об исполнении областного бюджета за 2013 год будет обсуждаться в профильных комитетах. А после этого законопроект вынесут на заседание Думы. Сегодня ученики первой рязанской школы-интерната отправились в самый настоящий водный поход, на самый настоящий поморской ладье. Собрал в путь дорогу маленьких моряков клуб «Петрофлот», обосновавшийся уже тому несколько лет в Рязани. Когда-то историк культурного общества «Петрофлот» чинно-благородно служил и делу воспитания юных мореходов в Подмосковье. Воспитанники морских школ ходили в дальние походы в чужие моря и океаны. Но, как это водится у нас, территории, которые занимало общество кому-то могучему, сильно приглянулись. Вот и пришлось «Петрофлоту» искать новые пристани. Обретены они были в нашем городе уже рязанские. Ребята получили возможность узнать, какова она жизнь морского волка. Провожала сегодня в плавании ладью с романтическим названием «Любовь Оксана Тебенихина». Морской клуб «Петрофлот» при поддержке правительства Рязанской области организовал настоящую трехдневную экспедицию для воспитанников первой школы-интерната. Семеро юных будущих морских волков за время похода обучатся мастерству управления судном, понаблюдают за природой и послушают истории опытных моряков. Мне всегда хотелось как-нибудь поплавать на кораблике. Ты хочешь свою дальнейшую судьбу, возможно, как-то связать? Нет. Не нравится тебе такая профессия, сомнительная. А то, что поучит тебя всему этому мастерству радует? А то, что поучит радует. Я очень рада, что я здесь плаваю. Побольше узнаю о природе. Путешествовать юные матросы будут на реплике большого морского судна «Поморская ладья». Это настоящий боевой корабль с настоящими действующими пушками на борту. Завершится их маршрут в Спаске. Там ребят будет ждать целый комплекс подготовленных специально для них приключений. Из обязательных – посещение воинских мемориалов и возложение гирлянд памяти. На сегодняшний день мы подали еще две заявки на субсидии от правительства Рязанской области. То есть мы планируем все-таки маршрут сделать с детьми до колонны и сделать маршрут с ветеранами локальных войн опять до Мурома или до Кассимова. То есть проекты вот такие. Проект, я считаю, что это значимый, потому что это испытание патриотизма и напоминание о погибших. В скором времени «Петрофлот» организует экскурсию и для ветеранов локальных войн. Это еще один из социально значимых проектов, которые будут реализованы этим летом. На сегодня у нас все. Информационная часть эфира «Телекомпания «Город»» продолжает программа подробностей. Сегодня Алисия Харлина принимает в студии заместителя регионального министра здравоохранения Елены Большаковой. Речь пойдет о вопросах детского травматизма и дело в то, что в последнее время медиков тревожит статистикам в связи с причинами гибели детей, а преобладает среди них как раз внешне автоварии, травмы на железной дороге, поражение током, падение из окон и так далее. Как говорится, не приведи бог. Эфир начнется прямо сейчас, а мы расстаемся до завтра. Увидимся в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова